Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем рассматривать книгу, которая называется «Начало мудрости». Ее автор Авраам Ибнезра, еврейский толкователь Торы, математик, писатель, астролог. В первую очередь, то, что сегодня нас будет интересовать, это именно астрология, поскольку книга посвящена ей. Вот так выглядит книга Ибнезры «Начало мудрости», «Решит хохма». Она сделана основательно, в такой хорошей твердой обложке, в твердом переплете. Надо сказать, что такие книги вообще не очень часто возникают на русском языке. Их довольно редко переводят с иврита, с других древних языков, на которых они написаны. Поэтому, когда уже переводят, то обычно это значит, что кто-то хорошо постарался. Здесь, как видите, зодиакальный круг, по крайней мере, половина зодиакального круга, с символическими изображениями некоторых знаков зодиака. Их название, а рядом с ними во внутреннем круге название планет, написано на иврите. Сам Авраам Ибнезра был довольно известным. В первую очередь, в иудаизме он известен как толкователь книг Танаха. У него есть комментарии к тексту Торы, эти книжи, а также к ряду других книг Танаха. О его астрологических исследованиях, по крайней мере, в религиозной традиции меньше известно. Но в наше время эти вещи тоже открываются. Вот тут мы видим одобрение, которое прислал для издания этой книги Равин города Запорожья. Вообще, надо сказать, что в иудаизме к астрологии отношения настороженные, как и в других религиях. Поскольку астрология — это эзотерическое знание, и связано оно во многом с предсказанием будущего, то религиозные традиции, конечно же, к этому относятся неоднозначно. Но в отличие от христианства и в отличие от ислама, по крайней мере, в современном его виде, которые еще более решительно осуждают астрологию, иудоизм и еврейская традиция здесь относятся с большей открытостью. Можно немало найти высказываний в Талмуде, как раз в пользу астрологии. Астрология, которая занимается исследованием характеров людей, их личных качеств, способностей, различных черт характерных, то, что в наше время называют астропсихологией. К этому более лояльные отношения. Это можно практиковать без какого-либо риска вступить в конфликт с религией. И астрология же, которая занимается предсказаниями, она с большей осторожностью воспринимается. Многие равиновы сказали, что она запрещена. Тем не менее, мы видим, что книги по астрологии издаются, в том числе даже с благословения равинов. Аврам Ивана Зара сам был практикующим астрологом. Здесь вот в середине книги можно найти целый ряд картин. Это изображения знаков Зодиака символические из древних еврейских рукописей. У каждого знака Зодиака здесь, видите, к ним прибавлен магический квадрат, заполнен еврейскими буквами. А чуть дальше, ну тут даже на латинском есть текст, это вот страница рукописи, то есть как сам Ибн-Изра от руки писал эту книгу. А это вот гороскоп. Гороскоп ребенка, составленный и истолкованный Ибн-Изрой. Такие вещи редко сохраняются, но вот этот конкретный лист сохранился. Видите, библиотека Бодли, Оксфорд. То есть Ибн-Изра сам был не просто автором, который писал об астрологии, рассказывал о ней, и он был практикующим астрологом. Видимо, к нему обращались беспокойные родители, раз он гороскоп ребенка взялся истолковать. Вообще, в древности, в средневековье, именно так выглядели обычно гороскопы, изображенные на бумаге. То есть в наше время астрологи и компьютерные программы современные изображают обычно гороскоп круглый. Что, в общем, вполне естественно, поскольку планеты, их орбиты, в общем, по форме близки к кругу. А в прошлом гороскопы изображались обычно квадратными, похожи на такой конвертик. И отдельные треугольники в этом конверте — это дома гороскопа. Вот здесь можно увидеть 12 домов гороскопа. Но суть в том, что такие документы показывают, что наш автор, Авраам Ибн-Изра, был настоящим астрологом. И это не мешало ему, не помешало ему остаться также авторитетной фигурой в религиозной традиции иудаизма. Что касается самой книги, в первых разделах она говорит о созвездиях. Сначала Ибн-Изра перечисляет созвездия в северной полусфере, в южной полусфере неба, в зодиакальной созвездия. Причем название у них довольно причудливое иногда. Сегодня мы знаем, что созвездия в современном языке, они дошли до нас в греческих, с греческими названиями. Там Андромеда, Кассиопея. А здесь видите, какие названия? Сидящие на троне. Это не что иное, как Кассиопея. Несущий голову дьявола. Это Персей. Несущий голову медузы Гаргоны. Ну и так далее. Такие вот названия интересные. Многие из этих созвездий, на самом деле, к астрологии мало имеют отношения. Все, кто знаком с астрологией, знают, что, в общем, разговор в ней больше не о созвездиях, а о знаках зодиака и планетах. И поэтому первые разделы книги скорее относятся к астрономии, к просто общему описанию звездного неба. Вне зависимости от того, пригодится это в дальнейшем астрологу или нет. Но дальше идут знаки зодиака. Вот Овен, затем Телет, все 12 знаков. Про каждый из них он описывает его характеристики, к какой стихии он относится, к какими вещами он управляет в нашем мире. Считается, что все в нашем мире, все на Земле, находится под управлением планеты знаков зодиака. То есть и травы, растения, животные, минералы, также человеческие профессии, места, различные ремесла, здания какие-то в городе. Все в зависимости от своих качеств и характеристик имеет отношение к той или иной планете или знаку зодиака. Здесь он говорит о ликах, что характерно для людей, родившихся в первом, втором и третьем лике Овна. Лик – это не что иное, как 10-ти градусный сектор. Известно, что каждый знак зодиака составляет 30 градусов. Одна треть от этого числа – это лик, или, как еще его называют, декан. В данном издании, по сути, совмещено два текста. Вот крупным, более крупным шрифтом идет сама книга «Решит Хохма», а вот этим, более мелким шрифтом, идет так называемая книга об основании, которую сам же Ибн-Изра написал чуть позже для пояснения сложных мест своей первой книги. То есть он, по сути, сам себя прокомментировал. И все это здесь под единым переплетом собрано. А это внизу примечание уже современных издателей, которые различные средневековые, не характерные для современной астрономии, астрологии понятия поясняют, чтобы читателю облегчить труд. Вот это знак тельца, и таким образом все 12 знаков зодиака здесь разобраны. Затем идут аспекты «Дама гороскопа». После этого автор переходит к планетам. Каждая планета тоже имеет под своим влиянием целый ряд вещей. Вот для примера прочитаем. «Марс – горячий, сухой, обжигающий, вредоносный, губительник. Указывает на разрушение, засуху, пожары, бунт, убийства, войну, ссоры, побои и вообще на все, что не таково, каким ему определено и положено быть». Это вообще очень характерно для древней астрологии. Ибн-Изра и другие средневековые астрологи многое брали из Тетербиблоса Клавдия Птолемея. Мы можем увидеть похожие описания и у арабских астрологов, и у европейских средневековых астрологов. Об их книгах я сделаю потом отдельные небольшие сюжеты. Можно сказать, что астрология универсальна и интернациональна. Она не очень привязана к конкретной культуре, религиозной традиции, к конкретному языку или этническому фактору. Хотя часто в книгах авторов она преподносится, скажем так, в обрамлении, в культурном обрамлении той религиозно-национальной культурной традиции, которой сам этот автор принадлежал. Если сравнивать работы разных астрологов, и это же касается не только астрологии, но и других дисциплин оккультной традиции, то довольно быстро приходишь к выводу, что за ней стоят универсальные явления. Среди климатов Земли к Марсу относится третий. Там, например, расположены Египет и Александрия. Климаты — это то, как средневековые географы делили координаты Земли. Было семь климатов, то есть семь поясов, протянутых по широте вдоль экватора. Они начинались чуть севернее экватора и достигали где-то широты 50 градусов. 50 градусов северной широты. Считалось, что вот эта вся полоска Земли, охваченная семью климатами, наиболее пригодна для жизни. А дальше уже начинаются такие холодные территории, что уже людям там лучше не жить. Среди людей Марсу принадлежат военные и те, кто ими руководит, разбойники, кузнецы, мастера по железу, оружейники и так далее. Среди минералов — железо, медь, серо и нефть. Среди зверей — гиены, собаки и тигр. Видите, некоторые слова здесь не переведены. То есть автор их использовал на арабском, хотя вообще писал он на иврите эту книгу конкретную, но он использовал там и много арабских слов, потому что иногда даже в иврите, учитывая, что в средние века иврит был языком не повсеместно используемым среди самих же евреев, там каких-то слов и не хватало часто. Вот, например, что такое альбузия или астур, толком мы сегодня не знаем. Переводчики этой книги не удосужились в этом разобраться. Возможно, что эти слова сегодня уже невозможно найти. Среди лекарственных растений Марсу принадлежат астыгдус, торбат, сабабинг и так далее. То есть изучая эту книгу, не удивляйтесь, если вы будете находить такие вот непонятные слова, оставленные в треугольных скобках. Чтобы с этим разобраться, нужно знать не только иврит, но и арабский язык, причем старый арабский язык, который, возможно, уже сегодня даже сами арабы не всегда знают. Среди букв Марсу соответствует алиф, далит, ламит. Понятно, что это еврейские буквы в другом языке. Другие буквы могли бы ему соответствовать. Вкус его острый, цвет умеренный красный, шафрановый. Среди лет жизни, время молодости, болезни, все, что случаются во рту. Я это все показываю, чтобы продемонстрировать, как мыслят средневековые астрологи. То есть все исходит из постулата, что все вещи нашего мира находятся под управлением планет и знаков зодиака. Поэтому они распределяются по планетам, и каждой планете соответствует своим вкус, цвет, запах, места, минералы, растения, люди и так далее. После всего этого автор переходит к разговору о том, что делает планеты сильными и слабыми, как они влияют в зависимости от взаимного расположения на зодиакальном круге и в особенности в зависимости от расположения к Солнцу, по отношению к Солнцу. На западе они или на востоке, восходят ли они раньше Солнца или позже Солнца и так далее. И вот уже последняя глава, ближе к последней главе, начинается разговор уже больше о предсказаниях, в том числе даже о глобальных, мировых предсказаниях. Но об этом как раз автор нам весьма скромную информацию предоставляет, неподробную. И это тоже характерно для всех ранних астрологов. Они довольно скупо делились информацией о том, как всем этим богатством знаний пользоваться. То есть разговор о каждой планете, о каждом знаке зодиака подробный. А как этим пользоваться, разговор крайне такой скупой и скрытный. Ну и, наверное, несложно догадаться, что они попросту не хотели разбазаривать свои знания, свое искусство, а предпочитали пользоваться этим сами и делиться с теми, кого считали достойным учеником. Поэтому такие книги, как «Решит Хохма», это больше похоже на самом деле на справочник и на некоторую такую энциклопедию понятий, связанных с астрологией. Но как практический учебник, который сделает вас успешным астрологом, эта книга не подходит. Конечно же, если вы хотите стать успешным астрологом, вам нужно изучать в том числе работы современных авторов. и, конечно же, много времени посвящать тому, чтобы самостоятельно строить и толковать гороскопы. А изучение древней литературы, средневековой традиционной литературы по этому предмету может послужить дополнительной силой и опорой в этих исследованиях. Мы начинаем лучше понимать природу того, чем занимаемся, когда можем сравнивать разные источники и достижения разных авторов, которые на эту тему высказывались. Поэтому, если вас интересует оккультная традиция, в данном случае в первую очередь я говорю об астрологической традиции, хотя в оккультизме все связано, то эта книга может для вас представлять определенный интерес. Если же вы хотите стать самостоятельным, умелым астрологом, эта книга как дополнительный источник для прочтения также может быть полезна, но ограничиваться только ею я бы вам не советовал. На этом мы сегодня попрощаемся. В следующих сюжетах я буду рассказывать о других книгах, как астрологии, так и прочих дисциплин оккультной традиции. Желаю вам всем хорошего дня и смотрите следующие сюжеты. Субтитры создавал DimaTorzok